Здравствуйте, товарищи! Наверное, многие из вас или даже все слышали о 3D-печати и 3D-принтерах. Из новостей, статей, по радио кто-то, возможно, видел принтеры на выставках или даже заказывал печать модели в мастерской. Возможно, есть даже и те, кто свой принтер имеет. Эта такая новая отрасль довольно успешно входит в жизнь людей. К сожалению, в нашей стране этот процесс не такой быстрый, как на Западе, но все же он тоже в данный момент идет. Многие по-прежнему считают 3D-принтеры чем-то сверхсложным, высокотехнологичным, дорогим, а самое главное, не представляющим никакую практическую пользу в быту. В этом 3D-принтеры во многом схожи по своей истории с персональными компьютерами, которые в начале своего развития имели примерно те же позиции. Ну и сейчас мы все знаем, на каких позициях находятся компьютеры в принципе и персональные компьютеры в частности. На данный момент разработки и совершенствование 3D-принтеров привели к тому, что каждый человек может приобрести себе качественный 3D-принтер или набор для его сборки за 15-17 тысяч рублей. На своем канале я показываю то, что печатаю при помощи такого принтера, который стоит у меня дома на тумбочке в углу комнаты. Также я вкратце, а иногда и с подробностями, рассказываю некоторые моменты, касающиеся 3D-печати и аспекты владения и использования принтера дома. Не обязательно владеть навыками моделирования, ведь множество моделей и совершенно бесплатно любой желающий может взять из сети. И это одна из особенностей сложившегося сообщества так называемых мейкеров, которые выкладывают свои модели, технические разработки, а иногда даже целые изобретения совершенно бесплатно в сеть со всеми подробностями о том, как это сделать, что из этого надо напечатать на 3D-принтер, каким материалом, как это все будет работать. На моем канале 90% показанных видеомоделей найдены в сети, и лишь 10% примерно я сам смоделировал, и все их можно скачать бесплатно из ссылок под видео. Что же можно сделать дома при помощи 3D-принтера? Например, шахматы викингов, потерянные ножны для ножа, фигурку эйфелевой башни, вот такую вот, или прикольную вешалку такой вот формы, где-нибудь видели ее в продаже? Чехол для телефона или медицинского прибора тоже вполне можно сделать, даже с креплением. Загружку буксировочного крюка на бампер автомобиля. Все это можно сделать, а также в огромном количестве всякие кронштейны, застежки корпуса для каких-то своих изобретений, или для детской радиоуправляемой машинки, например, коробочки, вазочки, да даже цветочные горшки причудливой формы. По сути, все это можно сделать. На данный момент 3D-печать позволяет изготавливать прочные и качественные изделия с индивидуальными параметрами, непосредственно дома. А учитывая, что отрасль сравнительно новая, есть области и для развития, и для экспериментов. Вот тем временем допечатались колеса, которые вы видели, как печатается на принтере. Вообще делал я их для машинки на пульте управления, но на самом деле можно их и в какую-нибудь тележку поставить, да и куда угодно. Вот такие вот получились колеса, я их уже установил. Делал их специально для машинки на пульте управления, такого старого зела, который мы уже много лет, грубо говоря, семейно переделываем, и теперь наступила моя очередь. Вот такие вот замечательные колеса, очень, кстати говоря, эффективные для езды. Также сейчас я собираю уже еще один себе принтер, вот такой вот, по, опять же, открытому интернет-проекту, который, ну, выложен в общий доступ. Человек там проделал большую работу, и, собственно, ее для всех опубликовал. Каждый может себе по его мануалам собрать вот такой вот замечательный принтер. Ну, не то, чтобы, как в известной шутке, напечатать, купить себе один принтер и напечатать на нем другой принтер, но на самом деле вот многие детали, вот это там, начинают вот этой вертелки, вот эта будущая часть экструдера. И вот здесь сейчас приближу. И вот эта вот часть, допустим, экструдера, вот эта часть экструдера, и там еще с другой стороны экструдер, это все тоже напечатано на 3D принтере, вот на моем, который сейчас есть. Если, кстати говоря, взглянуть на него, вот эти белые части, это тоже все напечатано на 3D принтере. Поэтому, в общем, в каждой шутке есть доля шутки. Но вот этот вот принтер, который я сейчас собираю, оригинал его производитель выпустил. И через, как и обещал, через какое-то время исходные данные выложил в сеть, чтобы каждый, у кого не было возможности его приобрести, мог его, как бы, собрать. Вот чем сейчас многие и занимаются. А оригинал такого принтера стоит в районе 180 тысяч рублей. Ну, собрать его можно где-то за 15-17, приложив небольшие усилия и позаказывав товары с Алиэкспресса. В общем, если интересуетесь различными технологиями или просто хотите быть в курсе, добро пожаловать на мой канал. Смотрите видео, задавайте вопросы. Всем по возможности отвечу. Спасибо за внимание.